Ольга, страсти вокруг освобожденного под домашний арест из СИЗО генерала Попова не утихают. Вот уже инсайдеры говорят о том, что он может дать подробные показания о фактах коррупции в руководстве Минобороны РФ. И, мол, о чем идет речь, пока не сообщается, но, похоже, решил Попов действовать на опережение и распространить негативную информацию и компромат на тех, кто, по его мнению, может стоять за его уголовным преследованием. Это все говорят инсайдеры. Что скажете, насколько сейчас на политику, на вот эти вот коррупционные кейсы повлияет Попов? Какие это запустит процессы внутри России, ну и, конечно же, в Российском Минобороне? Ну, вижу, понятно, что во время войны в Министерстве обороны были колоссальные злоупотребления. Собственно, я напомню, что именно об этом все время говорил покойный ныне Пригожин. И, по большому счету, конечно, не все строительство, и не только строительство, и все злоупотребления с пропавшими без вести, с погибшими, увеличение якобы их жизненного пути и использование этих денежных средств и далее по списку. Трудно даже себе представить, какие бездны скрываются, собственно, вот в этом бюджете Министерства обороны. И, безусловно, генерал Попов какую-то часть из этого знает. И, собственно, что делали, когда его сажали. Идет война группировок, одни хотят посадить других, другие хотят посадить первых. И вопрос в том, какие башни, на какой стороне играют, у кому это все нужно. У меня, безусловно, информации много. Она будет, видимо, говориться, и она будет использована. Соответственно, я говорила, и я буду продолжать говорить, что на месте Шойгу и Герасимова я бы быстренько передвигалась в сторону Гааги. Европейская тюрьма гораздо более комфортна, чем тюрьма российская. Поэтому те люди, которые вовремя, имея ордер Международного уголовного суда, добежали до этого Международного уголовного суда, зачастую выживали. А те, которые решили, что им туда идти не надо, заканчивали свою жизнь с колом, извините меня, в одном месте. Поэтому тут дело такое. Чем закончится это для Шойгу, несмотря на то, что он сегодня вроде бы имеет какую-то должность совершенно непонятную. И все это будет зависеть, конечно же, от воли Путина. И, собственно, от того, как те, кто хотят с Шойгу разобраться, все это дело приготовят. Что называется, опять вспоминаем бывшего покойного повара. То есть это все против Шойгу и Герасимова? Я думаю, что много, по вашему счету, Тимур Иванов-то тоже был человеком Шойгу, а не кого-то там другого. Поэтому это не факт, что в результате Шойгу посадят. Но могут и посадить. Все зависит от того и градуса противостояния, который в тот момент будет внутри кремлевских башен. Этого противостояния, этой войны, на самом деле, которая идет. Ну, война сейчас идет. Кто против кого играет и в чьих руках вот эти вот, я так понимаю, пешки фактически, да, Иванов и Попов? Трудно предсказать, кто пострадает в ближайшее время, да, потому что это идет текущая битва. И, соответственно, мы видим, что сегодня постепенно набирает вес нынешний министр обороны Белоусов. Очень много про него говорится как удивительно, но как переговорщика с Соединенными Штатами. Вот эти бесконечные разговоры с Лойдом Мостиным, по большому счету, его высказывания о том, что с Западом надо дружить, все это делает его для каких-то представителей элиты возможным переговорщиком с Западом. Да, вот никто бы не мог об этом сказать еще полгода назад, а оказывается, вот сегодня для кого-то он является таким переговорщиком. И, соответственно, понятное дело, что для того же Белоусова очень удобно повесить всех собак на Шойгу. И чем более тяжелые собаки на нем повеснут, чем более тяжелые последствия для Шойгу это будет иметь, тем легче, на самом деле, Белоусова. Но это вот такие, я бы сказала, текущие задачи и текущие проблемы. Вопрос в том, каковы проблемы долгосрочные. А вот долгосрочные проблемы гораздо для нас более неприятные, да, потому что мы видим, что со всех сил пытаются затолкать Украину на ведение переговоров. А какие условия выдвигает Путин, это мы тоже все слышали. А что говорит Медведев, это мы тоже все слышали. И поэтому вот это усиление Белоусова, оно вызывает некие опасения, если говорить о каких-то таких уже серьезном переговорном треке. Интересную информацию вы озвучили о том, что сейчас Белоусов фактически его рассматривает как переговорщика. То есть вот эти звонки в Пентагон и разговоры два фактически за последний месяц с Ллойдом Остином, они абсолютно не случайны. И они в том числе вот их рассматривать в контексте этого переговорного трека, о котором вы говорите. Они абсолютно не случайны. И опять-таки мы же понимаем, что для большей части российской политической элиты вот это жесточайшее противостояние к Западам, к которому привел Путин, оно очень и очень неприятно. Потому что у людей все личные активы там на этом Западе сложены. И понятное дело, что все спят и видят, что какой-то выход из этой ситуации нарисуется. И тут вдруг появился, внезапно появился Белоусов, который, я еще раз повторю, который все время прямо говорит, что Запад нам не враг. То есть это его цитата. И, конечно, вот эти цитаты и его переговоры с Остином воспринимаются многими людьми политической элиты как некая надежда на то, что выход есть. Вернемся все-таки к критикам режима. Ведь одним из тех, кто критиковал тогда еще, в 2022-2023 году, был ведь не только Пригожин, был еще и Гиркин. Гиркин, который признан Гаагой виновным в военном преступлении и взбитии малайзийского Боинга рейса MH17. Кстати, сегодня у нас 17 июля. Это фактически 10 лет со дня этой ужасной трагедии. И вот Гиркин, который должен был бы сидеть в Гааге, вы говорите о том, что Шойгу и Герасимов сейчас должны спешить в Гаагу, оказался в российской тюрьме. Более того, из российской тюрьмы мы, делал он громкие заявления накануне президентской кампании, а сейчас резко замолчал, что произошло. А кажется ли, может ли у него быть такая же судьба, допустим, как у Попова, его, допустим, отпустят? То есть он отбывает вынесенный приговор, поэтому его могут только либо помиловать в результате президентского указа, либо, когда он отсидит какую-то там соответствующую часть срока, выпустить по условно-досрочному освобождению. И, видимо, он замолчал именно потому, что ему сказали, если ты хочешь выйти живым из тюрьмы и хочешь в какие-то обозримые сроки, то молчи, сволочь, а то, как бы, так сказать, не выйдешь оттуда никогда. И понятно, почему его посадили, потому что Путину совершенно не нужны были критики с так называемой патриотической стороны, которые критиковали его за то, что он воюет не так, неправильно, недостаточно жестко, опять-таки воровство и так далее, и далее по списку. Поэтому вот все эти условные критики со стороны турбопатриотов не должны существовать в принципе. И поэтому все такие люди зачищаются разными способами. Пригожина убили, Геркина посадили, а каких-то Z-блогеров тоже потихонечку ликвидируют, чтобы жизнь медом не казалась. Поэтому вот эти какие-то так называемые голоса честных турбопатриотов, которые пытаются сказать правду, они постепенно угасают. Что вместо этого появляются? Какие-то очередные жалостливые видео к Путину, спаси нас, отец родной, нас тут все убивают, с нами все плохо поступают, как же так, зачем с нами так поступают. Вот эти жалостливые голоса по-прежнему звучат. Но каких-то жестких критиков, в первую очередь Путина, как я напомню, он остается верховным главнокомандующим. И основные решения принимает он. И когда мы говорим о совершенно бесчеловечном людоедской бомбардировке детской онкологической больницы Ахмадет, надо понимать, что личную ответственность за это несет Путин. И поэтому мы об этом должны всегда помнить. Но те, кто его критикуют... Не раз уж вы вспомнили Ахмадет, да, мы сейчас к Гиркину вернемся. Я тогда не могу у вас не уточнить. Запад, вы говорите, вот и рассматривает, да, и там на Белоусова смотрят, как на переговорщика, да и Белоусов говорит, что Запад не враг. Но фактически вот этот удар по детской больнице Ахмадет, чудовищное военное преступление, оно уже при каденции Белоусова. И фактически он такой же военный преступник, как и Путин. Безусловно. В каком-то варианте переговоров и, знаете, призмы, что Белоуса вот не такой, можем говорить. Но обратите внимание, что информация об этом страшном преступлении была не на первых полосах газет. Вот же в чем ужас. Как это не на первых полосах газет? Вся европейская пресса, вся американская пресса как раз это было в топе новостей? Было, но не на первой полосе, на второй, на третьей, не на первой. Про это говорили, но говорили не так, что такие вещи невозможны. После этого даже не дали согласия на то, чтобы американским оружием стрелять по военным аэродромам, российским, с которых взлетают эти бомбардировщики. По большому счету, летчик того аэродрома, с которого взлетел этот бомбардировщик, поделился со специальными службами Украины информацией об этом, потому что он не смог пережить эту бомбардировку. А американские официальные лица не сказали, что можно по этим аэродромам стрелять своим оружием. Вот в чем ужасы. Поэтому мы с вами об этом говорим. Поэтому мы говорим, что с Путиным переговоры вести нельзя. Путин никогда не отступится от того, что он говорит. А что он говорит? Он говорит, что да, конечно, Украина... Медведев вот это только что повторил. Что основная задача – это вернуть Украину в поле влияния России. Поэтому даже если формально у Украины будет независимость, но правительство Украины должно быть марионеточным. Вот что на самом деле говорит Путин. И об этом идет речь. И, собственно, поэтому все переговоры, которые он предлагает, безусловно, фикция. Давайте все-таки я вас, прошу прощения, перервала. Вернемся к теме опять Гиркина. И вот этих вот голосов антипутинских, критикующих Путина, его политику. Ну, собственно, понятное дело, что и такие голоса Путина не нужны. И чем хуже ситуация внутри России, тем более опасны эти голоса. Потому что, видите, вот это затишье политическое российское, оно достигается жесточайшими мерами полицейскими. Да, просто в огромном количестве люди сидят. Да, по разным подсчетам количество политических заключенных от 700 до 1000 с лишним. Вот просто те, кто по политическим статьям сегодня сидят в России. Поэтому говорить, что никто не протестует против происходящего, это не так. И, конечно же, Кремль боится. Кремль боится, что какие-то слова, они донесутся, действительно могут поднять, пойти нереволюционную войну. Поэтому полицейские меры все возрастают и возрастают. Но, опять-таки, чем выше эти полицейские меры, тем внезапнее могут произойти события. Кажется, что при той зачистке, которая уже произошла и происходит сейчас, вот эта какая-то революционная волна, она в принципе сейчас невозможна. Ну, что называется, революционная волна, возможно, всегда. И революционная волна, она всегда возникает для властей неожиданно. На это потом уже историки изучают историческую ситуацию, говорят, да ну как же, это же все было очевидно, и по большому счету можно было это предвидеть. Но так как революция – это очень сильное изменение, такая точка бифуркации, поэтому при подходе, при приближении к этой точке бифуркации все параметры социальной системы меняются очень быстро, все общественные параметры меняются очень быстро, и поэтому действительно современникам революция всегда воспринимается как нечто внезапное. Ну, уже такое навязшее в зубах сравнение, что где-нибудь в году в каком-нибудь 85-м никто не мог себе представить, что Советский Союз рухнет достаточно скоро. Субтитры создавал DimaTorzok